все запись пошла еще раз здравствуйте сегодняшняя наша тема как с помощью digital инструментов можно поднять прибыль в общепите на 23 процента и даже более мы сегодня будем показывать вам практичный опыт будем показывать конкретные инструменты которые можно внедрять к себе в ресторан и тем самым увеличивать прибыль еще раз повторюсь это не какая-то теория это уже проверенные факты мы эти инструменты попробовали использовали и покажем что из этого получилось хорошо начинаем давайте начнем с небольшого знакомства меня зовут айрат я директор по развитию ds эксперт по автоматизации работы с клиентами чем мы вкратце занимаемся компания ds это и ти разработчик который разрабатывает различные айти диджитал инструменты для малого и среднего бизнеса самая главная задача этих инструментов это увеличивать прибыль то есть мы нацелены на конкретную задачу мы делаем только те инструменты которые помогают тем или иным образом при работе с клиентами увеличивать прибыль больше большая доля клиентов наших это хорика и мы сегодня у нас такое нишевое нишевый вебинар под конкретно под конкретный сегмент мы именно будем рассказывать какие инструменты можно внедрять именно в общепите в хорике в кафе ресторане в кофейне в пекарнях и так далее все что касается можно сказать вопросы еды занимаемся этим уже более 8 лет у нас есть определенная экспертность выступаем на различных маркетинговых форумах и любим делиться этой темой что можно внедрять и к чему это все приводит какие инструменты стоит внедрять первое с чего бы хотелось начать я считаю ну мы считаем что это must have это самая основа основ в ресторанном бизнесе в хорике очень важно следить за сервисом потому что клиенты возвращаются в бизнес исключительно ради сервиса и качества блюд поэтому собирать обратную связь является основа основ и что важно здесь помнить о том то что необходимо собирать обратную связь в максимальном количестве то есть чем больше вам оставит клиентов обратной связи тем лучше поэтому необходимо внедрять те инструменты которые собирает обратную связь первое правдивую второе в большом количестве то есть вот пришло 100 человек к вам в ресторан или в кафе вот со ста человек вы должны получить обратную связь каким образом потому что никакие бонусные системы никакие скидочные системы не вернуть вам клиентов если у вас не будет соответствующие качества сервиса и блюд каким образом понимать что клиент сегодня к вам пришел и он готов к вам вернуться второй раз логично здесь предположить надо как-то собрать у него отзыв получить его мнение о том что как ему первое посещение первое второе или третье посещение очень важно кстати обратную связь всегда при каждом посещение клиента потому что у клиента настроение может меняться у него настроение может меняться у него мнение может меняться и вообще ваш бизнес тоже меняется и надо всегда понимать ну соответствует ли он вашему клиенту возникает вопрос как собирать обратную связь надо просто посмотреть на те сервисы которые это делает лучше всех вот лучше всех собирает обратную связь приложение такси. И вы могли это заметить. У приложения такси высокая конверсия сбора обратной связи. Почти все клиенты такси, больше 30% оставляют обратную связь. Это потому, что это очень просто. Выходит окно на телефоне, я ставлю звездочки, и, соответственно, эта обратная связь попадает уже в администрацию. Вот если это считается лучшим инструментом, то его и нужно внедрять. То есть можно такой же механизм внедрить и в любом бизнесе. То есть когда клиент оплатит услугу или товар, или блюдо, получит он чек, и он его оплатит, то у клиента в телефоне откроется окошко «Оцените обслуживание». И в этом окошке клиент ставит 3-4 звезды, и эта информация падает уже на управляющему ресторана или владельцу. И, соответственно, в дальнейшем, если клиент оставил 3 звезды, ему необходимо перезвонить, спросить, что было именно не так, и там клиент раскроется, что было не так, вы узнаете о том, что в вашем ресторане стоит поправить. И к тому же можно вернуть клиента. То есть в телефонном разговоре уже можно сказать «Слушай, давай мы тебе дадим скидку 20%, все понимаем, что да, там, наш косяк, ты готов к нам вернуться?» И клиент говорит «Да, я готов». Это, в принципе, конкретный пример нашего внедрения. То есть мы даже видели такое впечатление клиентов, когда поступал этот звонок, они потом говорили «Слушайте, я нигде такого не видел, вот это сервис, вот это круто, вы мне перезвонили, вы там управляющий, ты владелец сам мне перезвонил, предложил скидку, ну слушайте, если у вас такой классный сервис, я тогда, наверное, точно вернусь». Поэтому повышение лояльности – это за счет того, что вы от клиентов собираете обратную связь и коммуницируетесь с ним. Давайте сразу закроем этот вопрос тем, что других способов нормальных, вот какие мы бы не пробовали, их не существует на сегодняшний день. То есть, если, например, обратную связь, иногда нам рестораны говорят нам «Обратную связь у нас собирают официанты». Ну давайте сразу поймем, если официант даже получит какую-то обратную связь, то он вряд ли донесет эту информацию владельцу. Или, например, косячит сам персонал, и понятно, что персонал не пойдет владельцу и говорит «Слушай, я так плохо обслуживаю, вот такую нам обратную связь дают, сделай с этим что-нибудь, давай всех на сутболь». Ну, то есть, собирать от сотрудников обратную связь ни к чему не приводит. Вообще она неправдивая. Потому что вы могли заметить, когда приходите в ресторан, покушаете, к вам подходит официант и говорит «Вам все понравилось?» и говорите «Ну да, все нормально было». Потому что все понимают, что это формальность. А действительно в голове совершенно другие мысли. В голове там «Вам не понравились роллы», «Вам не понравилось блюдо» и так далее. Но человек никогда не раскроется, потому что зачем это нужно делать. Второй способ отзывики – это там Яндекс отзывы, Гугл отзывы и так далее. Это хороший способ сбора обратной связи, но ее очень мало. Менее 5%. Менее 5% люди пойдут, откроют страницу там Яндекса и оставят там обратную связь. А нам надо собирать обратную связь, стараться собирать с каждого клиента. Потому что каждый клиент нам важен. Еще один способ обратной связи есть там в социальных сетях. То же самое, как в отзывиках. Да, хорошая правдивая обратная связь, но ее очень мало. Поэтому самый лучший сбор обратной связи – это то, что мы говорим. Делайте как приложение такси. Здесь понятно, нужно для того, чтобы клиент оставил такую обратную связь, клиент должен скачать приложение. Так, у меня прерывалась презентация. Немного сейчас мы ее вернем. Все. Вот в качестве примера, чтобы доказать это в цифрах, что это не просто теория, вот, например, 10 тысяч отзывов никогда не соберете другим способом. То есть, я думаю, никто здесь не поспорит о том, что каким-то другим так звук пропал. Раз, два, три. Скажите, пожалуйста, все ли в порядке со звуком. Поставьте плюсик, если меня слышно. И видно. Все отлично. Спасибо большое. Вот 10 тысяч отзывов никаким другим способом не получалось собирать. И только таким способом нам получилось собирать с клиентов больше, чем 30 процентов клиентов нам оставляли обратной связи. И это считается на свой же день самой крутой, ну, как бы, самая крутая конверсия. Хорошо. Идем дальше. Теперь возникает вопрос. Окей, клиент же должен в мобильном приложении оставить этот отзыв. То есть, в каком окне он это все оставляет, вот эту оценку за обслуживанием. Он оставляет это в мобильном приложении. И здесь возникает вопрос, а как он его скачает? Ну, то есть, у кого-то есть скептическое отношение от того, что клиент там не скачает мобильное приложение. Чтобы было все в порядке, чтобы клиент скачал приложение и оставил вам обратную связь, необходимо внедрить бонусную систему. То есть, программа лояльности – это обратная связь в первую очередь, потому что это основа повторных покупок. Качество обслуживания сервиса. Второе – это бонусная система. Но бонусная система выполняет здесь задачу некого посредника, чтобы клиент делал те или иные действия, которые нам нужны, как кафе, ресторан, кофейник. То есть, как это работает? Клиент приходит в кафе, получает, заказывает блюдо, и официант подходит и говорит, а хотите получить скидку 100 рублей. И клиент говорит, да, хочу. Скачайте приложение. И клиент скачивает приложение. Скачивает приложение, и в дальнейшем он там тратит свои бонусы, там 100 бонусов у него есть на счете, или не тратит, это уже его дело. И он оставляет оценку за обслуживание. То есть, когда счет закроется в эркейпере, вайкой, либо в других учетных системах, у клиента автоматически откроется окно «Оценить обслуживание». И клиент оставит оценку. И, соответственно, вы выполнили первую самую задачу того, чтобы вы поняли, клиент готов к вам вернуться или нет. А если не готов, то надо ему перезвонить. Мы рекомендуем внедрять гибкие бонусные системы. Что такое гибкая бонусная система? Это когда бонусы даются не только за счет покупок. Когда бонусы можно давать за те действия клиента, которые вам как бизнесу нужны и важны. Ну, например, если вы хотите новых клиентов, то можно давать им бонусы за рекомендации. И это мотивирует клиентов рекомендовать. Если вы хотите получить отзывы в отзывиках, хорошие отзывы в отзывиках, повышение репутации в интернете, вы даете бонусы за то, что клиент оставляет вам отзыв в Google отзывах или в Яндекс отзывах. Тем самым ваша репутация растет, и к вам тоже придут новые клиенты из отзывиков уже. Если вы хотите, чтобы клиент увеличил средний чек, то ваш официант может подойти или там кассир сказать, слушайте, а у нас еще вот такой классный десерт есть. Если вы возьмете, вы получите овербонус. Вы получите 100 бонусов, дополните их на следующий ваш приход. То есть бонусы должны быть триггером, вашим таким инструментом по увеличению прибыли вашего заведения. То есть поэтому нужна гибкая бонусная система. Что еще важно? Чтобы бонусы клиенты возбуждали на повторную покупку, можно сказать, необходимо, чтобы клиент видел эти бонусы. Чтобы клиент увидел эти бонусы, есть два способа. Первое – это карты Apple Wallet и Google Pay. Мы тоже их делаем. И второе – это мобильные приложения. Мы тоже делаем мобильные приложения. У нас, в принципе, есть и то, и другое. Но мы сами рекомендуем пользоваться приложением. Почему? Потому что в Apple Wallet есть только бонусная система. Это не инструмент увеличения прибыли. Там, в принципе, ограниченный функционал. Я могу только клиенту показать бонусы, ну и могу отправить какие-то пуш-овдомления. И то эти пуш-овдомления работают по-другому. Мы об этом еще поговорим. А вот приложение делает все. Вы могли заметить, что все крупные, богатые компании, они делают себе мобильные приложения, не валют карты. Потому что понимают, что мобильные приложения умеют делать все. Там можно сделать даже свой сайт, там, для доставки, онлайн-заказов и так далее. И приложение лучше всех покажет бонусный счет клиента и покажет, какой статус у клиента, на что он может потратить бонусы, как он еще может накопить бонусы. Вот это, например, картинка в этом слайде. Вот такую картинку можно сделать только в приложении. Ни в каких валютах это невозможно сделать. Потому что там, ну, крайне узкий функционал. Хорошо. Здесь запомним. Первое. Еще раз повторюсь, основа программы лояльности – это обратная связь. Без нее сегодня вообще общепиту никак нельзя. Потому что это основа основ. Как это работает? Необходимо внедрять гибкие бонусные системы. Гибкая бонусная система вам поможет увеличивать прибыль, увеличивать средний чек, увеличивать повторные покупки. Тоже есть механики, например, давать клиентам бонусы со временем жизни. И тогда клиент возвращается чаще. Бонусы можно давать за отзывики и так далее. То есть внедрить гибкую бонусную систему, которая вам поможет в увеличении прибыли. Как это все работает, если вдруг у вас есть скептическое отношение, что ваше приложение не скачает? У нас уже давно это все проверено. Конверсия скачивания более 70 процентов. То есть из 100 клиентов 70 скачивает приложение. Каким образом этого достигнуть? Все очень просто. Надо делать, как показано на этом слайде. Официант должен подойти и сказать, хотите скидку 50 рублей или 100 рублей, вы сами уже решите, исходя из среднего чека. Гость говорит да и говорит, скачайте приложение и у вас есть уже 100 бонусов. Хотите тратить или копить? Кстати, большинство гостей говорит копить. Потому что, как показала практика, клиентам неинтересна скидка 10, 15 и 20 процентов. Вот почему скидочная система сегодня не работает. Клиентам интересна скидка 50 процентов, 30 процентов и так далее. И чтобы клиентам получить эту скидку, которую они сами хотят, для этого и нужна гибкая бонусная система. То есть клиент накапливает бонусы, пока у него скидка не станет 50 процентов, 30 процентов и так далее. А для того, чтобы клиент накопил быстрее бонусы, вы можете с ним поиграть вот в эту игру из серии сделай рекомендацию, оставь отзыв о завиках, увеличить средний чек и так далее. Вот классный Александр здесь тоже написал в чате речевой скрипт. Вы будете оплачивать со скидкой или без. Тоже интересный скрипт, тоже можете его пробовать. Идем дальше. Еще раз повторюсь, вообще можно было даже на этом остановить свой вебинар, потому что более 80 процентов ресторанов, вообще общепита, с которым мы каким-то образом коммуницировали, мы видели, что у них такие системы не внедрены. И это большая проблема, потому что предприниматели не знали, почему к ним гости не приходят. А после внедрения системы сбора обратной связи, мы сбора обратной связи, мы наконец-то начали понимать, кто у нас из официантов косячит, кто из кассиров косячит и почему вообще клиенты не возвращаются. Поэтому если у вас даже, я понимаю, что у некоторых предпринимателей бывает такое, знаете, необъективное, субъективное мнение о своем заведении. Каждый свой бизнес считает хорошим, классным и так далее. И здесь надо подходить с холодным сердцем и внедрять системы автоматической сбора обратной связи. Потому что даже у тех рестораторов, которые говорили нам, да, у нас вообще все круто, я сам общаюсь с гостями, у нас там шеф-повар выходит в зал, общается с гостями, вообще все довольны. И у нас тут вообще кроме пяти звезд ничего не может быть. И мы в итоге устанавливали систему сбора обратной связи и видели, что оказывается не все так круто. Многие гости, многие гости реагировали по-другому. Хорошо. Бонусная система должна увеличивать прибыль. То есть еще раз запомним, что внедрение в бонусные системы это не какой-то расход. Правильные бонусные системы увеличивают прибыль. Чтобы они были правильными, есть несколько факторов. Первое. Бонусы давать не только за посещение клиентов, надо давать за те действия, которые вам выгодны как бизнесу. Второе. Бонусный клиент свои бонусы должен видеть. Если он их не видит, то никакой смысл бонусной системы абсолютно нет. Где он их может видеть? Только в мобильном приложении. Ну, то есть если повалят карты, но мы сейчас про них говорим, почему не стоит выбирать этот способ. Именно в мобильном приложении. Хорошо. Идем дальше. Следующий момент. Что вам поможет в увеличении прибыли? Это отправка пуш-видомлений. Потому что они бесплатные, как минимум. То есть не надо отправлять смски и тратить на это деньги. Потому что смски имеют меньшую конверсию и эффективность. Пуш-видомлений значительно лучше работают. Имеют больше конверсию. Почему? Все очень понятно довольно. В пуш-видомления можно добавить любой текст. Много текста. Оставить контакты. Забронировать столик. Картинки. Даже можно прикрепить блюда. Вот, например, здесь есть пример пуш-видомления. Гостю поступил в пуш-видомление что-то новенькое. Он на него нажал. Открывается окно картинок. И открываются прикрепленные блюда. То есть клиент, в принципе, может сделать онлайн-заказ. Нажать на вот эти блюда и сделать себе онлайн-заказ. Это увеличивает конверсию. То есть в смске никогда такого не сделаешь. Теперь очень важный момент. Почему я говорил, что в Apple Wallet другие пуш-видомления? Потому что в Apple Wallet не существует вот этого второго окошка. Второе окошко с детальной информацией о пуш-видомлении. То есть, смотрите, допустим, мы отправили пуш-видомление. И сейчас проверим, как оно сработает в Apple Wallet, а как оно сработает в приложении. Вот в Apple Wallet, если я нажму на пуш-видомления что-то новенькое, то у меня просто откроется карта. Вот этот вот штрих-код или QR-код. Просто откроется карта. И я не увижу, а что, какая информация мне доносилась. А если использовать мобильное приложение, то у вас откроется второе окно. Потому что в мобильных приложениях второе окно существует, его можно делать. То есть, откроются вот эти картинки, текст, блюдо и так далее. То есть, поэтому вы теперь знаете, что когда вам говорят, что в Apple Wallet и в Google Pay картах тоже есть пуш-видомления, вы должны помнить, что это не совсем пуш-видомления те, которые есть в приложении. Это такой важный момент в использовании инструмента. Хорошо. Теперь, как можно использовать пуш-видомления? Конечно, не стоит спамить клиента о всех событиях, которые у вас там есть. Необходимо. Вообще, главное, сконцентрируйтесь на важных самых датах вашего заведения и важных датах клиента. Самое главное. Поздравляйте клиента с днем рождения. Почему мы еще говорим мобильное приложение? Потому что мобильное приложение собирает данные пользователя. Мобильное приложение знает пол клиента, день рождения, какие-то другие особенности. И, например, если мы знаем день рождения гостей наших, то мы их можем поздравлять с днем рождения. При этом у меня был недавно день рождения, и мне пустопольное пуш-видомление, где рестораны поздравляли меня за пять дней до дня рождения. Зачем рестораны поздравлять с днем рождения заранее? Чтобы день рождения я справил у них. Ну, что я, в принципе, и сделал в одном из таких ресторанов. То есть, и тем самым увеличивается конверсия на банкетную загрузку. То есть, клиента, ну, это пакт того, что начинает больше заказывать день рождения у этого ресторана, который поступает таким образом. Если у клиента там, если 8 марта, поздравляем заранее девушек с 8 марта, чтобы они праздник справили свой на 8 марта. На 23 февраля поздравляем мужчин и девушкам еще говорим о том, что приглашайте своих мужчин в то или иное заведение, чтобы порадовать своего мужчину. То есть, пуш-овыдомление – это тесная коммуникация с пользователем. Если у вас возникает скептическое отношение, что типа, ну, клиенты все пуш-овыдомления отключают. То есть, здесь как бы против лома нет приема. На текущий момент нет лучше способа донесения информации до клиентов, до гостей. Вот нет ни смски, ни позвонить, ничего на текущий момент не имеет большей конверсии и лучше не работает, чем пуш-овыдомление. Какое поскептическое отношение у вас не было к этому инструменту. В нашем же случае клиенты хорошие результаты от этого получаются. Поэтому не надо придумывать. Надо просто смотреть на факты. На текущий момент нету способа лучше коммуникации. Хорошо, идем дальше. Если есть приложение, есть своя доставка. Вспоминаем, приложение может все. И зачем нужна вообще своя доставка? Почему не просто пользоваться агрегаторами еды? Они большие, популярные, оттуда приходят клиенты и так далее. Агрегаторами еды надо пользоваться, потому что это хороший канал привлечения новых клиентов. Но надо переводить клиентов, если клиент делает второй заказ, третий заказ и так далее, стараться переводить клиентов на свой способ доставки и заказа. Зачем это нужно делать? Не надо платить комиссию. Комиссия 25, 30 и даже иногда 35 процентов у агрегаторов еды. Поэтому старайтесь делать так, чтобы в дальнейшем, ну просто если вы переведете 100 клиентов на заказ со своего приложения, то соответственно вы начнете сразу увеличить прибыль свою на 30 процентов от онлайн заказ. Потому что не будете платить эту комиссию. И все. Хорошо. Теперь, когда у вас есть онлайн меню, помимо того, что у вас есть своя доставка, вы можете сделать онлайн меню в ресторане. Тем более сегодня это модная тема. Она как бы говорит о том, что когда была пандемия, этот тренд такой задался о том, что это, во-первых, гигиенично. Во-вторых, не надо тратить много денег на меню. То есть распечатка меню это же тоже расход. А когда есть электронное меню, у вас есть частично бумажное меню и есть электронное меню. И многие клиенты пользуются электронным меню, тем самым не раздербанивая ваше бумажное меню. Это тоже определенная экономия. Поэтому сэкономленные деньги, это заработанные деньги, тоже не сбрасывайте это со счетов. О том, что понемногу вот такие экономии даже на меню, они в дальнейшем составят тоже какое-то определенное увеличение прибыли. Можете потом это сэкономленный бюджет в маркетинг себе внедрить. Так. Электронное меню, доставка, без комиссии. Я думаю, здесь понятно, что без комиссии уже все о своем говорит о том, что это увеличение прибыли на прибыль. Хорошо. Привлечение новых гостей без бюджета. Что можно здесь внедрить в качестве диджитал инструментов? Первое. Это реферальные системы. То есть дарить бонусы за рекомендации – это хорошо. Это рабочая история. Чтобы она работала лучше, одними бонусами не останавливайтесь. Всегда напоминайте клиентам, что у вас такая история есть. В социальных сетях рассказывайте гостям о том, что у вас есть система рекомендаций. То есть порекомендуй своему другу и ты получишь еще больше бонусов. Порекомендуй своему клиенту, своему другу и ходи в наш ресторан за полцены. Рассказывайте об этом гостям, и тогда это будет работать. Делайте конкурсы, разыграйте какой-нибудь телефон на тему рекомендаций. Кто больше всех порекомендует, тот получит подарок – это телефон. И тем самым вы быстро увеличите свою клиентскую базу, с которой вы в дальнейшем будете коммуницировать с помощью пуш-ведомнений. Поздравляйте поздравляйте с важными датами своих гостей, у них увеличивается лояльность. Не забываем еще про такой момент. Цифровой кросс-маркетинг. Что это такое? Это история, когда я, например, это возможность получения бесплатных клиентов вообще и в хорошем количестве. Я, например, пришел в магазин одежды, совершил покупки, и мне пришел электронный сертификат на 200 рублей скидки в ресторан. Я пришел в ресторан, покушал, мне пришел электронный сертификат на 500 рублей скидки в магазин одежды. И все это работает автоматически. Один раз настроил и работает автоматически. То есть это привлечение клиентов без бюджета. То есть два предпринимателя просто обмениваются клиентскими базами. Они друг с другом не конкурируют и помогают друг другу в привлечении клиентов. Это вообще один из крутых очень способов привлечения клиентов без бюджета. работает покруче там любых даже социальных сетей. И увеличение репутации в отзывиках. То есть увеличение, над этим всегда нужно работать, чтобы в отзывиках больше было положительных отзывов. И есть одна проблема отзывиков. Она заключается в том, что клиенты, чаще в отзывики пишут негатив. Ну, когда человек идет в отзывик что-то писать. Когда либо он очень доволен, что почти невероятно достигнут, потому что все избалованы. Либо он очень недоволен и хочет ресторану отомстить. А как он может отомстить? Пойти в отзывик и написать что-нибудь плохое про это заведение. Поэтому можно заметить такую тенденцию, что в отзывиках есть хорошие рестораны. Они действительно хорошие. Я их там знаю, что они классные. Но дурацкая репутация в отзывиках. Ну, то есть там три звезды вообще средние у этого КП. Потому что больше собрал, больше пишут негатив. А многие люди, прежде чем посетить какой-то ресторан, они идут в отзывики и смотрят, ну, стоит мне посещать это заведение или нет. Поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы вы вырастали в топы в отзывиках, нужно делать вот так. Клиент, то есть здесь снова возвращаемся к обратной связи. Если гость оставил пять звезд, это хорошее триггерное событие. Это означает, что гость доволен и его можно что-то попросить. Можно попросить рекомендацию. Он в следующее окно увидит порекомендуй нас, если ты доволен. И в дальнейшем через 15 минут гостю поступит автосообщение, в котором говорится спасибо тебе большое за высокую оценку за обслуживание. Мы тебя ждем, тебя всегда снова и так далее. А оставь нам, пожалуйста, этот отзыв в Google отзывах, в Яндекс отзывах, в Google отзывах, вообще где угодно. Ссылку можно вставлять любую. И ты получишь еще 100 бонусов. И вот это настоящий факт. Гости идут в эти отзывики, оставляют отзыв, получают свой бонус и репутация заведения растет. И он выходит в топы в отзывиках. И там в дальнейшем проявляются новые клиенты из отзывиков. Это рабочая механика. Вообще рекомендую всем заведениям такую историю подключать. Очень легко делается. Хорошо. Для того, чтобы подтвердить все эти слова цифрами, против которых не поспоришь, у нас есть несколько примеров. Кстати, о примере в том числе будет рассказывать Сабир после меня. Вот, например, у нас есть Чихана в городе Саратов. Скачали приложение более 19 тысяч человек. Это их клиентская база. Больше 12 тысяч, если вдруг у кого-то есть вопрос скачивать или не скачивать. Все в порядке, скачиваем. Больше 70% клиентов при таком речевом скрипте скачивают. Многое дарили баллы своим клиентам, и при этом все равно фактическая скидка оказалась 7%. То есть можно дарить бонусы на день рождения, на 8 марта и так далее, и все равно фактическая скидка будет небольшой. Потому что некоторые клиенты не сразу потратят бонусы. Некоторые бонусы со временем жизни, они сгорают, если вдруг гость не вернется в течение этого дня и так далее. По рекомендации 455 клиентов больше, чем на миллион. А по рекомендации клиент, что прекрасно, рекламный же бюджет нулевой, то есть люди рассказывают людям. Самое лучшее продвижение компании. И если управлять сарафаном, то можно мобильное приложение сделано 500 заказов. Клиенты можно посмотреть зрения в рубрикаторы. И вот просто из рубрикаторы, так как ресторана, карточка ресторана была оформлена красиво, классно, там действительно вы можете посмотреть, скачать приложение, зайти в Саратов. Так, пропало изображение и звук. Она, Анна, написала. Напишите, пожалуйста, плюсик, если все в порядке. Все, окей. Она, если что, перезагрузить страницу. Хорошо. И так вернется, вроде все окей. Хорошо. И просто из приложения, так как карточка компании оформлена вкусно, блюда заполнены и так далее. Визуал классный. Просто из приложения UDS пришло более 4 тысяч клиентов более чем на 19 миллионов рублей. Это тоже, ну, в данном случае UDS у них сработало, как в том числе и рекламные источники. И собрано более 2 тысяч оценок и отзывов. Другим способом никак не получается это собрать. Вот факт, что на текущий момент это самый лучший инструмент по сбору обратной связи. А обратная связь это основа любого заведения обшипит. Идем дальше. Второй пример это хлеб и мясо. Город Мурманск. Город уже такой, по-моему, поменьше. Это чтобы я специально такие выбирал города, чтобы если вдруг здесь есть участники из небольших городов и скептическое отношение, что ой, в моем городе это все не пойдет, у нас маленький город и так далее. У нас есть города, примеры, и поменьше. Например, Яна у нас есть, где есть кафе свитер. Там вообще живет, по-моему, 30 тысяч человек. И там тоже классные результаты. Здесь пример, например, вот из Мурманска. Тоже это не Москва, не Питер, там не крупный город. И все тоже отлично работает. Скачали приложение более 7 тысяч человек. По рекомендациям 200 тысяч. Средний чек с приложением на 15% выше, потому что приложение подталкивает клиентов к увеличению среднего чека. О механике гибкой бонусной системы. Мы говорили с вами ранее. Вот клиенты тоже из UDS и собрано более трех тысяч оценок и отзывов. Тоже классный результат на том, что собраны оценки. Теперь, как все это сделать? Вот только что мы рассказали о диджатом инструменте. Сбор обратной связи, гибкая бонусная система, своя электронное меню онлайн, сервис для онлайн доставки, заказов, чтобы не платить комиссию агрегаторам и так далее. Система рекомендаций как это можно сделать. Есть два варианта. Первый вариант – это готовое решение взять UDS. То есть мы сделали уже все. У нас есть приложение. Эти кейсы, которые я вам показывал, они сделаны на инструментарии UDS. UDS – это комплекс инструментов для хорики. И это относительно недорогих денег стоит. Все уже готово. Можно запускаться хоть завтра. Покупка лицензии 76 тысяч рублей. Я рекомендую брать сразу со внедрением 30 тысяч рублей. Внедрение – это когда специалисты. Понятно, что у вас иногда нету времени. Не всегда есть компетенции, как это лучше применить, какой речевой скрипт сделать, как лучше это настроить и так далее. Есть у нас специалисты, которые за вас это все сделают. Вот это, знаете, как в социальных сетях есть SMM-менеджеры. В случае UDS есть внедренцы так называемые, которые за вас настроят, запустят и это называется все под ключ. И обонплата, то есть 76 тысяч рублей надо заплатить один раз в жизни. А в дальнейшем обонентской платы 2400 рублей в месяц. При этом выходят обновления, обновления они входят в стоимость обонентской платы. Второй вариант можно делать самим. Это стоит от полумиллиона. Срок разработки от шести месяцев. Обонплата будет от 30 тысяч рублей в месяц. Плюс стоимость доработка обновления, потому что мобильное приложение, его надо обновлять всегда. Вот мы, например, в UDS проводим обновления 2-3 недели. Каждые 2-3 недели. Мы это делаем не просто так, потому что мы понимаем, что диджитал обновления нужны всегда. Всегда надо выдавать новое пользователям. Плюс стоимость доработка обновлений, которая будет оплачиваться отдельно, это совершенно не дешевое удовольствие. Помимо того, что вы сделаете свое приложение, можно еще нарваться на такую историю, что его не буду скачивать. Потому что самостоятельные приложения их не скачивают. Вы можете провести такой же эксперимент, как и я провел. Я сошел в Play Market и набрал некоторые приложения заведения. Ну, просто там набрал те рестораны, которые я знаю, они довольно большие, и они сделали для себя свое собственное мобильное приложение. И я просто посмотрел, а сколько у них скачивают. И вот, например, один из примеров, вот сыроват ростов на данном. Это довольно, ну, такое известное место. Всего лишь 500 скачиваний. То есть 100 тысяч скачиваний. То есть это вообще даже не половина клиентской базы. То есть сделать свой продукт, это вообще еще там 20% сделал. Еще необходимо, чтобы клиенты там скачали, правильный речевой скрипт, правильные инструменты были внедрены и так далее. Поэтому я рекомендую брать всегда со внедрением. К тому же люди скачивают агрегаторы, они не хотят скачивать приложения каких-то отдельного. Ну, представьте, каждый ресторан начнет делать свое приложение. Ну, люди не будут их скачивать. Люди лучше скачают одно приложение, которое помогает им пользоваться во многих ресторанах. Вот что является как раз UDS. UDS хорошо скачивает вот там. В качестве доказательства там уже 24 миллиона скачиваем. Это подтверждение тому, что если ваш официант скажет, хотите скидку, клиент говорит хочу, гость говорит хочу, скачай приложение, и он его скачает. Потому что 24 миллиона человек уже это сделал. И еще там миллион человек тоже как-нибудь сделали. То есть эта цифра подтверждает, что люди легко скачивают это приложение. Хорошо. В принципе, у меня на этом все. Я зову Сабира. Вопросы можно будет задать в конце. Мы в конце еще останемся здесь и будем отвечать на все ваши вопросы, которые у вас возникнут в течение нашего выступления. Сабир, приглашаю тебя. Да, Ира, привет. Привет. Ну все, я тебе отдаю слово. Продолжай. Так, спасибо. Спасибо. Запущу свою презентацию. Друзья, коллеги, всем привет. Надеюсь, здесь много моих коллег по цеху, владельцев различных заведений, общепита, кофейни, рестораны. Вот. Я коротко представлюсь. Меня зовут Сабир. Мне 35 лет. На данный момент у меня несколько направлений бизнеса. Большинство из них в общепите. Это собственное заведение. Барс Элинджер проект в Триспуде. Мы делаем. Мы чемпионы по шоурме в Тюмени. Одна из точек, где у нас всего работает два сотрудника. Мы закрываем выручку около полутора миллионов рублей. Я считаю, это очень крутые результаты. Также у нас еще есть классный проект в центре в формате кафе-пекарни. Плюс еще есть свое производство. Сейчас я немножечко об этом расскажу. Вот. А также я почти уже шесть лет, да, получается, использую EDS. За это время получили очень большой опыт работы с данной системой. Получили отличные результаты. Собственно, меня пригласили сюда, чтобы я немножечко поделился с вами как раз этими результатами. Окей, поехали. Коротко расскажу о своих проектах. Первый проект это Bar Salinger. Абсолютно случайная история. Вообще, как я попал в общепите. Вообще, сам я из Нового Уренгоя. Я 11 лет проработал инженером по автоматизации в Газпроме. Очень хотелось мне уехать, перестать вахтоваться и ездить на север. Вот. Это была абсолютно спонтанная эмоциональная покупка. Я шел мимо и купил бар. Вот такая вот незамысловатая история. И вообще, как показывает практика, большая часть владельцев бизнеса в сфере общепита, они покупают и становятся вообще предпринимателем в этой сфере. Не потому, что они расчетливые предприниматели, которые классно изучили бизнес-планы, понимают, что в этой нише много денег. А часто получается просто потому, что хочу, так получилось и так далее. Вот у меня абсолютно случайная история, как я пришел в эту сферу. Второе направление, да, это проект шаурма. Она фабричная, как я сказал. Мы чемпионы по шаурме. У нас самый большой ассортимент, самые большие продажи, самая крутая доставка. Мы делаем шаурму, берлинские донеры, шавербоксы, делаем свои морсики. Я, кстати говоря, везде здесь делал такие пасхалки, чтобы вы знали, что я – это я. Вот здесь вот внизу я есть. Мы здесь на тематической вечеринке. На этой фотографии справа внизу мы тут в масках пандемию развозим доставки. Это тоже я, да. Третий проект у нас, как я сказал, в самом центре в формате кофейни и пекарни. Вот тут вот парень пьет кофе еще не с такой бородой. Это тоже я. Заведение называется «Только попробуй». Вот. И оно находится, как я сказал, в самом центре Тюмени. Вот. И еще у нас есть еще один проект. Мы занимаемся собственным производством. Пельнение, вареники, хинкали, ручной лепки. Поставляем в разные производства. Это, собственно, тоже я. У нас в Тюмени есть такая гостоплощадка «Альфа-бизнес», где собираются профессионалы, в общем, ресторанового направления. Мы там проводим разные мастер-классы, обучение для шеф-поваров, владельцев бизнесов и так далее. Собственно, это было мероприятие, где мы презентовали свою продукцию. Окей. Как вы видите, везде есть промокод UDS. Это говорит о том, что во всех направлениях нашего бизнеса мы используем UDS. Вот. Собственно, вот этот вот незамысловатый слайд. Видите, я большой специалист в разработке презентаций. Вот. Окей. Поехали. Да. То есть, самое вообще важное, наверное, для меня номер один. Вы удивитесь, наверное, это даже не рост среднего чека и так далее, а это все-таки обратная связь. Я вот, знаете, такой предприниматель, который открыл бизнес, чтобы в них, извиняюсь, так, ничего не делать и деньги зарабатывать. Вот владельцы общепита, предприниматель и кто есть в чате, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто для тоже открыл бизнес, чтобы ничего не делать. Ну, все настроить, разумеется, да, потом ничего не делать и только денежки забирайте с кассы. Вот. Все, кто не поставит плюсик, никогда этого не добьется, ребят. Надо поставить плюсики. Да. Вот я именно так себе это представлял. Плюс у меня инженерные мозги, да, то есть, как я сказал, 11 лет я занимался автоматизацией промышленной. И вот обратная связь, я считаю, это главный показатель качества твоей работы. Потому что, условно, если я делаю мебель, какие-нибудь там стулья произвожу, то сам продукт говорит за меня. Так как мы сейчас говорим не про столовую, да, а про заведение, да, то есть люди в бар, в ресторан, в кафе чаще ходят не для того, чтобы покушать, а чтобы, ну, они идут за атмосферой, да, покушать можно и дома приготовить, да. Вот. Соответственно, мы боремся за умы наших гостей, да, за тем, с каким впечатлением человек уходит, да, от этого впечатления будет зависеть. Вообще, там, гость примет решение, повторно к нам вернуться порекомендует у нас друзьям или нет. И на старте, когда я случайно шел мимо и купил бар, я еще продолжал работать вахтовым методом в Новом Урегой и на целый месяц уезжал за Полярный круг. У меня не было какого-то сильного партнера в Тюмени, который бы занимался сопровождением бизнеса. Поэтому вот этот вот инструмент обратной связи, это то, что мне безумно понравилось, когда презентовали мне данное программное обеспечение. Вот эта вот идея, что я могу быть в любой точке земного шара, и у меня в телефоне будет обратная связь, и она будет прям мгновенно прилетать, и я буду видеть там, кто был, когда был, доволен гость или недоволен и так далее. Мне это просто было необходимо, как воздух, я бы вот так, наверное, сказал. И могу сказать, что это удивительно, когда человек открывает первый свой бизнес, и это общепит, он в этом ничего не понимает без партнера, и, ну, как бы у него получается. Учитывая статистику, да, и конверсия закрытия бизнеса, я могу сказать, что, ну, это мне очень сильно повезло, и в том числе этому способствовал именно инструмент обратной связи. Здесь вы можете видеть на слайде примеры, то есть что мы здесь видим? Мы видим имя гостя, видим время, дату, когда он был, его какой-нибудь отзыв, да, который он может написать, и самое главное, я вижу, кто обслужил. Я уверен, многие владельцы пытались оследить отзывы в том же Дубльгисе, да, и это та, знаете, еще история, потому что, во-первых, отзыв Дубльгисе может написать хоть кто. Вот я сейчас нахожусь здесь, ни разу не был в вашем заведении, ничего мне не мешает найти там, не знаю, какое-нибудь условное Тольятти, Москву, Санкт-Петербург, открыть у вас ресторан и написать там каких-нибудь ужасных мерзостей, да, как бы. А в данном случае отзыв пишет только гость, который у меня совершил оплату, только после оплаты ему предлагается оценка. Второй суперважный момент, то, что это происходит в режиме реального времени, у меня есть отдельное приложение, вы можете посмотреть справа скриншотик, это прям шторка уведомления, да, там немножечко такие, да, то есть вещи написаны, вот видно, что оценка 5 из 5, гав-гав говорит собачка, кря-кря говорит уточка, шаурма очень вкусная, говорит Иван. Вот, такие вот вещи, они мне прям прилетают в режиме, ну, реального времени, да, плюс у меня есть смарт-часы, бывает так, что я просто еду за рулем где-то по делам, у меня на руках часы вибрируют, я на них смотрю и вижу, что там у меня пятерочки и все хорошо. Если не пятерочки, я тут же открываю приложение, разбираюсь. И это офигенно. Но смотрите, какой следующий очень важный момент, да, на основании этих оценок я не просто получаю обратную связь, а у каждого моего сотрудника формируется личный рейтинг. Вот какая здесь аналогия. Когда я хочу вызвать такси, то я на карте вижу много-много разных водителей, свободных машинок, да, и у каждого водителя на карте такси есть свой личный рейтинг. Этот рейтинг собирается на основе оценок обратной связи, которую делают люди, которые, ну, заказывали, да, ездили с этим водителем. Здесь абсолютно аналогичная история. В каждом заведении у меня система ведет личную карточку на каждого сотрудника. И в этой личной карточке собираются все оценки гостей и формируется его личный рейтинг. То есть у меня есть там условно Маша, там Света, Вася, Катя, да, и я знаю, насколько из них довольны, ну, мои гости. Дальше мне это позволяет оследить следующую историю, когда я, допустим, беру какой-нибудь диапазон времени, там месяц, два, три месяца, и отслеживаю, какое количество гостей у меня было один раз, а какое количество гостей, то есть вернулись, то есть сколько, какая возвращаемость, да, то я могу отследить, что те, кто у меня первый раз приходил к Васе, возвращаются чаще, тем те, кто первый раз приходил к Свете, да, то есть это же очень важная информация, согласитесь. И я это все могу делать. Соответственно, личный рейтинг позволяет мне выстраивать правильную мотивацию, систему вознаграждений и так далее, и так далее. То есть, я думаю, все вы сталкивались с ситуацией, когда вы внутри заведения, все сотрудники очень хорошо стараются, первое, второе, третье, соус картошки, там кальян с собой, столы протирают, и все замечательно. Но как только вы не в заведении, как будто не так хорошо стараются, да. Плюс есть такое понятие, как накидывать вуаль, я сам из человека знаем, я чемпион по накидыванию вуаль, и все руководство было уверено, что я вообще супертрудоголик, который упахивается на работе просто и душу здесь готов отдать, хотя на самом деле большего лентяя, чем я, наверное, было не найти. Да, то есть, соответственно, я думаю, вы все понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, в данном случае, вне зависимости того, нахожусь я на рабочем месте или не нахожусь, слежу я за этим работником или нет, насколько там качественно работает мой управляющий персонал в виде там менеджера там, да, или директора, не важно. Сами гости оставляют обратную связь. Вот я этот функционал весь поставил на первое место для общепита, мне это супер важно. Потому что по факту, если мы возьмем какое-нибудь кафе, которое, допустим, делает миллион выручки и в нем есть четыре официанта, то получается, что на каждого официанта, грубо говоря, происходит по 250 тысяч выручки. И от эффективности каждого моего сотрудника зависит общая результативность, да, то есть доход всего предприятия. Поэтому работа с сотрудниками, то есть и отслеживание обратной связи, это вообще просто такая, знаете, то есть не вершина айсберга, а целый айсберг в данной системе. Хорошо, идем дальше. Гибкие настроения бонусной системы. Вот как лично я воспринимаю вообще программу лояльности? Ее задача в моем понимании такая, то есть мы должны, и я вам это рекомендую, в том числе, да, собраться, может быть, со своими управляющими, менеджерами, персоналами и поштурмить внутри своего бизнеса. Что вообще мы можем сделать для того, чтобы каждый гость, который единожды хотя бы раз к нам пришел, с максимальной вероятностью вернулся второй раз. Это может быть все, что угодно. Я вас уверяю, когда я начал ввести там детализацию, вообще полный учет своей клиентской базы, я увидел, что большую часть выручки делают постоянные клиенты. Я это и так как бы знал, но пока ты не видишь это в цифрах, ну, такого впечатления это не оказывает. Оказалось, что больше 60% гостей, которые были у нас, никогда не вернулись. И это катастрофически вообще, да, то есть при том, что большая часть из этих людей, ну, мы потратили деньги на маркетинг, чтобы привлечь, а они повторно не возвращались. Так вот, здесь я настолько гибко могу все это настроить и увеличить вероятность повторной покупки с максимальной вероятностью. Вот смотрите, приходит к нам гость, совершает покупку, у нас средний чек сейчас где-то 1600 рублей. Каждый абсолютно гость, который берет электронную бонусную карту, у него есть 100 подарочных баллов. Вот. Плюс, если он тратит 1600 рублей, ему с этого упадет сразу, если вы просто первый раз пришли 10%. Если вы часто ходите, да, система будет это видеть, будет автоматически вас вознаграждать новыми рейтингами, да, и если вы VIP-клиент, в нашем случае такой статус называется лучший друг, вы получите 15%. Ну, давайте возьмем ситуацию, что вы пришли к нам впервые и потратили средний чек на 1600 рублей. Получается, вы на следующую покупку получите 100 подарочных баллов плюс 160 бонусных баллов от своего чека. То есть, пришли один раз, потратили 1600 и на следующий визит у вас есть еще 250, 260, извиняюсь, бонусных баллов. Один балл равен 1 рубль. Классно же? Я вас уверяю, классно. То есть, это прям, ну, такая весомая история, да, то есть, это прикольно. Один балл равен 1 рубль, баллы в нашем случае никогда не сгорают, и я вот эту вот мотивацию человека вернуться второй раз могу очень гибко настраивать. Мы можем устроить неделю, когда у нас двойной там, десятерной какой-нибудь кэшбэк. Мы можем устроить неделю, в которую мы всем гостям раздадим какие-то интересные сертификаты, которые позволяют им еще больше получать каких-то преимуществ. Мы можем выявить тех гостей, которые у нас были один раз, но за следующие два месяца ни разу не вернулись и только с ними как-то интересно поработать, да. Это все позволяет делать именно вот такая гибкая, да, программа лояльности, как есть она в UDS. Хорошо. Бесплатные пуш-рассылки по сегментам. И здесь, наверное, тут сложно, знаете, вот в этом функционале то, что я выбрал, тут вот реально ничего не добавить, не отнять. Я автоматически собираю клиентскую базу. У нас в заведении клиентская база уже что-то в 21,5 тысячи гостей, если я не ошибаюсь. Вот мне от этого, знаете, по сути-то не холодно, не жарко, честно говоря. Ну, в тетрадке бы я ее вел, в Excel бы я ее вел, в 1S или в каком-нибудь Bitrix24. Разницы нету. Эффективность клиентской базы тогда наступает, когда я могу с ней коммуницировать, да. То есть и в данном случае мне не нужно тратить на SMS-ки, на звонки, на еще какие-нибудь там таргетированные методы и прочее. Я абсолютно бесплатно могу делать рассылки в виде пуш-уведавления прямо в телефон гостям. И я могу это сделать по сегментам. Не просто, знаете, всех своих гостей задалбливать разной рекламой. Я уверен, у каждого из вас есть пример компании, которая задолбала, да. То есть вот я так не делаю, да. То есть у нас отдельное, условно, если у меня в заведении я знаю, что есть веганы, они у меня определенным образом отсегментированы. И когда у нас выходит информация о том, что у нас появился офигенный новый стейк с кровью, я его веганам не отправляю. Понимаете, да? Вот. И наоборот, когда мы говорим о том, что у нас там веганская кисадилья появилась, ну я мясникам ее тоже не отправляю. То есть каждому свое. Мальчикам свое, девочкам свое. Вот вам простой пример. Смотрите. Я отфильтровал свою базу и мне система собрала, допустим, 300 гостей, которые за там последние два месяца ни разу не приходили. Я вижу, что среди этих 300 человек есть взрослые мужчины и есть молодые девушки. Логично же предположить, что сообщение, которое с большей вероятностью вернет взрослого мужчину и молодую девушку, должно быть немножко разное. Потому что, может быть, там интересы у них разные, цели у них разные. Здесь я могу это гибко делать. При том, что пуш-уведомление это, как сказал Айрат, это не просто сообщение в шторке, а это полноценный, по сути, пост. Вот здесь есть несколько примеров. Если мы делаем какой-то розыгрыш, я, соответственно, могу добавить картинку, текст и активные ссылки. Прям в один клик человек может здесь позвонить, забронировать стол, перейти на ваш конкурс ВК и так далее. Если я в пуш-уведомление, моя задача продать какую-то продукцию, я запустил доставку и говорю, купи сет пиццы, пирогов, крутые бургеры. И если гостю в сообщении эта идея откликается, если в данном случае срабатывает эмоциональная покупка, то ему не нужно никуда уходить. Вы можете посмотреть в сообщении в серединке. Здесь есть возможность добавлять прямо в сообщение товары из моего прайса. Если человеку нравится идея купить бургер, он прям тут же нажимает кнопку, эта позиция проваливается ему в корзину, он ее оплачивает и заказывает доставку. Или одежду, или покупает что-нибудь еще другое, сертификат на день рождения и так далее. Вот так вот это работает. То есть это бесплатно, это точечно, да, то есть и в маркетинге на сегодняшний день это вообще самое крутое, когда мы, когда мы делаем не просто рассылку на всех, да, а мы ее сегментируем. И круче этого на сегодняшний день ничего нет. У UDS это позволяет делать и позволяет делать бесплатно, и это прекрасно. Окей. Очень просто запустить доставку. Прям не очень просто, а очень-очень просто. Смотрите. Абсолютно любой человек, который может написать пост в социальной сети, а именно нажать плюсик, добавить картинку, написать какой-то текст и нажать кнопку «Сохранить», уже там, не знаю, завтра, послезавтра на этой неделе сможет запустить свою собственную доставку. Что важно? Как я сказал, вам не нужно будет разработчиков, программистов, специально обученного человека. У вас в личном кабинете есть раздел соответствующий. Вы туда заходите, жмете плюсик, добавляете все ваши блюда, которые у вас есть, жмете «Сохранить», после этого платформа автоматически для вас создаст полную версию сайта, мобильную версию сайта и мобильное приложение. То есть это происходит мгновенно, обновление автоматически, и это шикарно вообще. Почему? Я считаю, что именно такой симбиоз на сегодняшний день дает самые высокие результаты. Вот смотрите. Опять же, я люблю примеры на обычных людях. Я считаю, что если мне это понятно, людям это понятно, то это будет работать. Ну, такой очень простой подход. Вот смотрите. Если я, допустим, захожу на Авито и что-нибудь там покупаю, либо продаю один раз в год или два раза в год, скорее всего, у меня в телефоне не будет приложения Авито, потому что, в принципе, я могу это сделать с мобильной версией сайта. Но если я чаще захожу на Авито, то необычным образом, я даже сам не помню каким, да, у меня в телефоне появляется приложение Авито. По такому же принципу у меня появляется приложение Авиасейлс, какой-нибудь там Букинг, Пятерочки, Яндекс.Еды, Яндекс.Такси, приложение там Кошелек и так далее, и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы все голосуем, и когда чаще начинаемся пользоваться какой-то компанией, да, через IT, через там онлайн какой-то сервис, мы выбираем мобильное приложение как самый удобный вариант использования. Те, кто сегодня использует ВК, там отличный вариант использовать ВКонтакте, да, через мобильную версию сайта. Но как только у нас появилась возможность качать приложение, мы, конечно, качаем приложение, потому что приложение, это суперудобно. Тут то же самое, но, опять же, есть определенное сопротивление скачать приложение. Если я у вас первый раз вижу, что у вас есть доставка, вот прям, ну, вероятность того, что я скачаю у вас приложение, достаточно низкая. Но при этом все, запускают доставку в UDS, у вас есть единая ссылка, вы эту единую ссылку там разместите у себя в шапке профиля Инстаграм, или в каждом сообщении ВКонтакте будете говорить, заказывай доставку там, там со скидкой там, не знаю, 30%, если у вас бонусная программа это позволяет, да. Вот. И человек, когда будет переходить по ссылке, если у него есть приложение, будет открываться приложение, если нет приложения, будет открываться мобильная версия сайта. Понимаете? То есть это офигенно. Вы одним решением закрываете любые возможные схемы взаимодействия с вашими гостями, и как самый крутой вариант, ну, взаимодействие мобильное приложение, оно тоже присутствует. Это классно. Хорошо. Идем дальше, да, я немножечко покажу, как все это настроить. Настроить вообще элементарно. Настраивайте сумму минимального заказа. Допустим, меньше 500 рублей я вообще отвозить не буду, да, а если заказ будет больше там 2000, доставка будет бесплатная. Если у меня заказ больше 500, но меньше полутора, я могу выбрать какие-то зоны доставки, которые гость должен будет определить. Очень просто, внутри все это дело настраивается. Хорошо. Каким образом можно оплатить? Это может быть доставка, самовывоз, оплата при получении, оплата по карте и так далее. Тоже все очень просто для того, чтобы запустить онлайн-платежи вам в достаточном личном кабинете, просто загрузить данные карточки предприятия, буквально через два дня у вас появится возможность принимать с гостей оплату онлайн, как на сайте, полной версии, мобильной версии, так и в мобильном приложении буквально в два клика. На каждой страничке есть там подробное описание, инструкция, как это сделать. Очень все просто. Вот. Окей. И самая, наверное, такая вишенка на торте, что данная доставка позволяет мне очень эффективно работать с агрегаторами. Здесь смотрите, какой момент. Я тут прям даже отлистаю назад, да. Важный момент хочу акцентировать. Помимо того, что это симбиоз мобильного приложения и сайта, что само по себе очень круто, но вот когда многие предприниматели в общепите планируют запустить доставку, они чаще выбирают все-таки сайт. Мобильное приложение не у всех есть. Сайтом сегодня как бы никого не удивишь. Можно сделать сайт за 5-10 тысяч рублей. Сайт-визитка условно, какой-нибудь лендинг. Если мы хотим, чтобы была корзина, может это будет стоить 10-15-20. Если мы хотим, чтобы на сайте была возможность оплатить картам, может быть, это стоит там, не знаю, 30-35-40 тысяч, да. Но если мы хотим, чтобы этот сайт собирал клиентскую базу, чтобы я знал там, откуда пришел гость, как часто он заказывает, какой средний чек, делает ли он рекомендации и так далее, то мне к этому сайту нужно подключить CRM-систему. Я выбираю там AMA, Bittrex24, делаю интеграцию. И вот такая уже связка сайта с платежной системой, CRM-системой стоит уже не там 30-20-30-40, а 230-240, может быть, 540, да, и так далее. Вот UDS – это именно возможность запустить доставку с сайтов, с приложением, с CRM-системой. Все это автоматически у вас сразу настроено, да. И вот этот комплекс позволяет мне очень приятно работать с агрегаторами. Что это значит? Друзья, я вижу ваши вопросы, мы в конце обязательно на них всех отвечу, просто сейчас не хочу на это отвлекаться. Вот. Как работает, значит, система взаимодействия с агрегаторами? Смотрите. Понятно, что агрегаторы берут комиссии, да, то есть и достаточно высокие комиссии, не всегда, иногда даже это бывает, бывает, что когда объем доставки маленький, бывает даже нерентабельная работа с агрегаторами, потому что, грубо говоря, всю маржинальность съедает, да, их комиссия. Как это можно делать? Многие компании для того, чтобы, владельцы, да, заведения, для того, чтобы минимизировать эту комиссию, внутри агрегатора ставят цену чуть повыше, да, то есть. Как это можно сделать? Вот смотрите ситуацию. Вы, допустим, заказываете у меня бургеры, да, через Яндекс.Еду на тысячу рублей, и внутри, так как у меня в рамках программы лояльности 20% можно списывать бонусными баллами, я вам вставляю листовку и говорю, дружище, в следующий раз заказывай напрямую, у тебя будет на 20% дешевле. Туда вкладываю листовочку с QR-кодом, через которую ты можешь подключиться и получить себе подарочные бонусные баллы. Если я доставляю пиццу либо роллы, я могу сразу потратить деньги и прямо на упаковке брендировать. Если вы сегодня закажете там Дуду пиццу там или там какой-нибудь, не знаю, Бургер Кинг, вы увидите, что на каждой коробочке у меня есть QR-код, который там мотивирует тебя, да, там отсканировать его, получить бонусную карту и в следующий раз заказывать не через там агрегатор или неважно, откуда ты пришел, а напрямую через них. Тут то же самое. У себя в CRM-системе я отдельно вижу, какое количество клиентов у меня пришло из Яндекса, из Delivery, сколько из них оцифровало, сколько из них купило, сколько из них стали постоянными гостями, какой у них средний чек, делали ли они рекомендации и так далее. Это все прикольно. Все, что мне нужно сделать, это правильно заблудировать свою упаковку либо дополнительный флайер вкладывать в те заказы, которые у меня идут по доставке. К чему все это дело приводит? Я плачу комиссию агрегатору за нового клиента, потому что у них огромная аудитория, с ними бессмысленно конкурировать. Но из этого потока клиентов, за которые заплатил комиссию, я хорошую львиную долю забираю дальше себе и работаю с ними напрямую без комиссии. Это колоссальная, конечно, экономия. Хорошо. Итоги работы с UDS. UDS, знаете, даже финансовый отчет тебе делает. Даже это делать не надо. Помимо того, что там классные админ панели, где я все вижу, но там еще совсем для ленивых, для таких, как я, которые хотят ничего не делать и деньги, просто зарабатывать. Есть такая кнопочка «Сформировать отчет». И я буквально там нарезал пару скриншотиков, хочу вам это показать. Изменения среднего чека вы можете посмотреть. То есть динамика мы там стартанули где-то с района 550-600 рублей. Сегодня это там 1500 и выше средний чек. Всего в баре мы выполнили 858 заказов. Здесь нужно было, наверное, правильнее показать пример итогов не в баре, в шаурме, потому что там у нас огромное количество заказов. У нас бар, как бы, как вам объяснить, мы изначально как бизнес заточены были на работу именно с гостями, да, поэтому доставка у нас такая второстепенная. Но тем не менее 858 заказов на сумму там более 1 миллиона рубля. Это как бы нормально. Вот. Лояльность, да, то есть мы видим количество покупок на одного клиента. 4,47 покупок на одного клиента. Это очень хорошие цифры, да. Выручка с повторных покупок у нас составила более 45 миллионов. 5 миллионов, что является где-то 70% от всего товарооборота, да. И количество оценок за отслуживание почти 10 тысяч. Представляете, 10 тысяч раз гости оценили меня. И это, конечно, прекрасно. Представляете, 10 тысяч раз подошел бы гостью, или 10 тысяч раз мои бы официенты, куда они подошли бы каждому гостю, спросили, все ли вам понравилось, куда-то это записали. И я все 10 тысяч оценок вижу в своем личном кабинете и в любой момент могу посмотреть, когда у меня там в 2018 году был какой-то Вася, кто его обслужил, был ли он доволен, что он кушал там, и как мы решили эту историю. Представляете, это же просто прекрасно. Окей, это что касается общих параметров. Общая выгода от использования софта у меня получилось почти 42 миллиона. Из них экономия на скидках 7 миллионов 180 тысяч. Что это значит? Вот смотрите, изначально, когда мы открывались, у нас для постоянных клиентов была скидочная карта 10%. То есть мы ими активно пользовались. Когда мы перешли на бонусную программу, мы стали своим гостям давать не скидку, а бонусные баллы. И часть этих бонусных баллов у людей так и остались, они ими никогда не воспользовались. В нашем случае за 6 лет работы это больше 7 миллионов рублей. Это прекрасно. То есть это, по сути, 7 миллионов живых денег. За это время мы сэкономили. Выручка из клиентов из рубрикатора UDS Up. Мы сейчас смотрим левый слайдик, да, такой голубенький, полтора миллиона. Это те гости, которые пользуются UDS в Тюмени, в каких-то других компаниях, не в моей. Нашли меня внутри агрегатора, сами добавили, сами пришли, сами купили. То есть это дополнительный трафик, который пришел мне из агрегатора. И он мне ничего не стоит. Хорошо. Дальше, да, то есть выручка клиентов по рекомендации составила почти 20 миллионов. Мы очень эффективно с этим работаем. В нашем заведении больше 70% гостей это постоянные гости. И мы практически не тратимся на маркетинг. Мы тратимся на то, что щедро вознаграждаем наших гостей за то, что они нас рекомендуют. И это принципиально другая философия, принципиально другой подход. Мы нашим гостям рассказываем о том, что они могут у нас получать максимальные бонусы и подарки за рекомендации. И это у нас очень круто работает. Экономия на СМС-рассылках составила 12,5 миллионов рублей. Что это значит? То есть за все это время у нас огромная база, с которой мы очень эффективно работаем, постоянно делаем рассылки. Поздравляем наших гостей с днем рождения. Рассказываем о том, какие у нас новые блюда выходят, какие выступления у нас будут в эти выходные. И мы это делаем, знаете, так, очень активно. Но вы помните, мы при этом их не задалбливаем, а мы сегментируем. Вот если бы мы это все делали через СМС, это стоило бы 12,5 миллионов рублей. Согласитесь, серьезно. И 700 тысяч мы сэкономили на бумажных сертификатах. Есть внутри классный функционал, система электронных сертификатов, когда я могу выдавать его своим гостям вручную, автоматически. Либо мы можем запартнериться с каком-нибудь компанией. У нас очень эффективное партнерство всегда происходит с барбершопами. Приходит человек в барбершоп, стрижется, ему автоматически сотрудник выдает наш сертификат. Только он не бумажный, а автоматически в приложении. То есть мы видим, какое количество гостей получил этот сертификат в барбершопе, сколько оттуда пришло к нам, сколько потратили, какой у них средний чек, делали неповторные покупки, рекомендации и так далее. И все это автоматически. Друзья, вот такие вот результаты. В целом я буду здесь финалить. То есть я видел, что вы большое количество вопросов писали. Айрат, присоединяйся. Я с удовольствием на них всех отвечу. То есть какие-то, возможно, будут по твоей части. Здесь я прочитал весь чат, весь чат прочитал, пока ты выступал. И отвечу еще раз, повторюсь, в принципе, какие-то были ответы уже в чатах, ответили в том числе и участники нашего вебинара. Например, был первый вопрос про отзывы. Типа.